Доброе утро! В эфире канал УТС Новости в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете, поддерживают ли россияне QR-коды, многие ли поставили вакцину против коронавируса и какая премьера состоялась на сцене Старого дома. Подробности далее. Треть новосибирцев за ограничения для непривытых от коронавируса граждан. К такому выводу пришли аналитики популярного интернет-портала поиска работы. В частности, 34% наших земляков поддерживают введение QR-кодов. Примечательно, что такие меры в основном одобряют новосибирцы от 45 и старше. Также любопытно, что больше половины жителей области не испытывают страха перед коронавирусом. А 18% раньше боялись, но теперь перестали. В продолжение темы. Чуть меньше половины россиян сделали прививку от коронавируса и получили QR-код. Об этом сообщает в ЦИОМ. Социологи провели опрос и выяснили, 27% респондентов хотят поставить вакцину, а треть против нее. При этом значительная часть опрошенных опасается, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом. И только 14% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится. Опрос провели на минувшей неделе. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Принять роды в тазовом предлежании. Выполнить разрез на матке и спасти пациентку от кровотечения. Больше 10 конкурсов выполняли 8 студенческих команд. 12-я внутривузовская олимпиада по акушерству и гинекологии прошла в Новосибирском медуниверситете. Несколько кабинетов симуляционного центра медуниверситета на время превращаются в виртуальный перинатальный центр. О реальных клинических случаях командам рассказывают пациентки-актрицы. В обычной жизни ординаторы медуниверситета. Дежурная бригада должна определиться с тактикой лечения. Самое сложное, наверное, поставить правильный диагноз. Когда приходит пациент со своими жалобами, со своими анализами, и нужно правильно установить диагноз предварительный и решить тактику дальнейшей пациентки. Одна из пациенток, которые должны спасти студенты, тренажер-симулятор. Этот робот-фантом был первым приобретен на базе центра НГМУ. Можно сказать, что это уже многорожавшая, возрастная рожавшая женщина. Ее зовут Наэль. Вот здесь проходят роды. Они могут быть в головном предлежании, то есть головка плода первая рождается, могут быть в тазовом. Мы создаем клинические ситуации разные для ребят. Все зависит от клинической задачи, от уровня ее сложности. Ушивают перфорацию на матке, спасают от кровотечения, выполняют кесарево сечение. На 12-й внутривузовской олимпиаде студенты отрабатывают практические навыки. Ведут пациента от приемного покоя до родов. Пока соревнуются только будущие акушеры-гинекологи. Мы планируем на базе симуляционного центра здесь создать, возможно, многопрофильный стационар. Как, например, наши крупные федеральные медицинские центры, где есть разные отделения. И мы планируем, может быть, даже подключить и хирургов, и анастезиологов-аниматологов, и педиатров, и неонатологов, и другие, и лабораторную диагностику врачей. И уже провести вот такое крупное соревнование. Я думаю, что аналогов ему, не побоюсь, в России точно нет, но и в мире тоже. В Медуниверситете с нетерпением ждут, когда в мире станет спокойней с пандемией. В планах провести очную международную паназиатскую олимпиаду. Наталья Цопина, Новость ОТС. Разве можно так жить? В Старом доме задали зрителям сложный вопрос, ответ на который каждый может поискать в себе и своей семье. Режиссер Джема Аветисян поставила пьесу «Карины Бесолти наизнанку». Это современная драма, действие которой происходит на Северном Кавказе. Гелене спектаклей пытается расследовать самоубийство сестры. При этом наизнанку это не детектив, а психологическая драма. Авторы спектакля размышляют о домашнем насилии, неприглядных сторонах патриархального общества и о месте женщины в современном мире. В театре не педалируют национальную тему. История может происходить не только на Северном Кавказе, но и в любом уголке мира. Публика уже видела читку этой пьесы и могла обсудить поднятые авторами вопросы в рамках проекта «Дисциплина». Теперь наизнанку превратили в полноценный репертуарный спектакль. Тут же какие-то феминистические вопросы, которые сейчас поднимаются, они там тоже есть в этом тексте. Мы решили копнуть внутрисемейную историю, понять откуда берется эта жажда вот такой агрессии. А чаще всего это связано с семьей, с детством, и об этом говорят сами герои. Больше полутора миллиардов рублей направят на достройку ЛДС в Новосибирске. Эти данные приводит первый зампред Госдумы Александр Жуков. Средства пойдут как на строительство самого здания, так и на благоустройство прилегающей территории. Напомню, ледовая арена должна быть готова к соревнованиям в 2022 году. Также отмечу, областные власти оценили примерное отставание в графике строительства объекта. Предварительно это полгода. Однако региональное правительство считает, что ЛДС сдадут вовремя. Многофункциональную ледовую арену в Левобережье Новосибирска возводят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирской и Омской областях с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023. Копейка рубль бережет. Или пятый этап туристического кэшбэка стартовал в России. Воспользоваться возможностью вернуть часть средств за приобретенные путевки внутри страны смогут и жители Новосибирской области. Условия прежние. 20% стоимости тура вернутся на карту МИР. Максимальная сумма такого кэшбэка – 20 тысяч рублей. Часть оплаченной стоимости возвращается за оплату поездок в любой регион России с 18 января по 30 апреля. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Программа распространяется на оплату авиабилетов и проживания в гостиницах от двух ночей. В продолжение темы туризма. Санаторный отдых в Новосибирской области очень востребован среди сибиряков. Наша область вошла в топ-тройку по популярности такого вида отдыха. Об этом сообщает портал бронирования «Санаторий России». Главное достоинство таких учреждений региона – их близость к Новосибирску. От многих санаториев расстояние до областной столицы не больше 80 километров. Опрошенные туристы отмечают, что отдых в наших санаториях отличается комфортным проживанием, разнообразным питанием и широким спектром лечебно-оздоровительных программ. А в числе лучших они называют санатории «Парус», «Сибиряк», «Доволенский», «Краснозерский», «Озеро Карачи», «Кронолазурный», «Сосновка» и «Золотой берег». В тесноте, да не в обиде, в Новосибирске в полтора раза вырос спрос на малогабаритные квартиры. Чаще всего такое жилье приобретают на вторичном рынке. Небольшие новостройки также стали пользоваться популярностью. Рост продаж составил 7%. Эксперты одного из сайтов по продаже недвижимости сообщают. Небольшие квартиры представлены в основном студиями. Такой формат якобы привлекателен и для покупателей, на фоне общего роста цен, и для продавцов за счет выгодной стоимости квадратного метра. Добавлю также, что наряду с Новосибирском высокий рост спроса на такую недвижимость демонстрируют жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Ярославля. В Новосибирском музыкальном театре запели героя Дюма. Режиссер Василий Заржецкий поставил мюзикл «Лоры Квинт» «Я Эдмон Датес» «Монте-Кристо». Спектакль получился непростым, но Алексей Кудинов уверен, что постановка найдет своего зрителя. «Зачем мне звезды без тебя? Зачем мне солнце без тебя?» Роман о марсельском моряке Дантесе, который, став графом Монте-Кристо, мстит своим врагам – одно из самых популярных произведений Дюма отца. Книгу десятки раз экранизировали, и только в России по ней написали несколько мюзиклов. В Новосибирском театре обратились к материалу, созданному композитором Лоры Квинт. Впервые этот мюзикл поставили 9 лет назад в Москве, с тех пор он шел еще в нескольких городах. Но это не лицензионные копии, а авторские трактовки. Музыка Лоры Квинт, она действительно очень профессиональна. Она безумно творческая, она гениальная, она сродни Андрею Лойду Уэббера, его знаменитому шедевру «Призрак оперы». И вот эта музыка этого композитора Лоры Квинт, она помогает уровень бульварной литературы, это вот Александр Дюма, Тремушкетера, граф Монте-Кристо, поднять на такой философский интересный уровень, с которого уже просто вот не спрыгнуть и с которым очень хочется работать. Уместить увесистый роман в два с небольшим часа сценического действия, конечно, невозможно. Но в спектакль вошли и побег из тюрьмы, и поединки на шпагах, и отравления ядами. При этом только приключенческим мюзикл не назовешь. Взять хотя бы один из главных вопросов – должен ли человек надеяться на то, что его врагов покарает Господь, или имеет право мстить сам? Для Дюма вопрос был понятен. Он скорее его ставил для графа. Это его выбор, и получилось, что, поскольку были реальные прообразы, он следовал историям этих реальных прообразов. И Аббата, и где-то Монте-Кристо были прообразы. И он их воплотил, домыслив, связав эти истории в один узел и оставив вопросы. В один клубок в этой постановке сплелись и разные жанры. Здесь есть шекспировская трагедия и нуар, комедия и мелодрама. Спектакль получился неоднозначным. Что-то свое в нем могут открытие зрителей со стажем и подростки, которые еще не читали Дюма. Алексей Кудинов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Водка и коньяк. Именно этот алкоголь, по мнению большинства россиян, чаще всего поделывают. 88% респондентов ЦОМа считают, что шанс отравиться таким спиртным очень велик. Еще 18% опрошенных уверены, что можно нарваться на суррогат при покупке виски. 16% так считают о вине и шампанском. При этом две трети опрошенных россиян заявляют, что употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, а треть опрошенных не употребляют алкоголь. Примечательно также, что около четверти россиян полагают, что смогут определить суррогат. Еще не успели встретить Новый год, а новосибирские чиновники и спасатели уже задумались над тем, как провести крещение. Определили четыре места для обряда крещенских купаний. Это озеро Жемчужина Сибири в Зайцовском районе, Обь в микрорайоне Затон, будет купель в микрорайоне Европейский берег и в парке культуры и отдыха у моря Обскова. Также чиновники отмечают, что в ходе мероприятий будут обеспечены меры по соблюдению коронавирусных ограничений. Повар Новосибирской столовой вошла в число лучших поваров в России. Марина Петрукович заняла второе место на всероссийском конкурсе. Для того, чтобы попасть в число призеров, ей пришлось показать высокий класс и побороться с представителями нескольких десятков школ, которым, в свою очередь, также было необходимо представить наиболее успешные практики организации питания детей. К сожалению, школьные столовые регионы на конкурсе себя не показали в числе лучших. Добавлю, некоторые конкурсные испытания проводили на площадке колледжа номер 33 города Москва. Программа включала кулинарный батл, тематическую выставку, здоровое питание в школе, а также мастер-класс от известного шеф-повара. Вторая в России школьная точка кипения открылась в 22-м лицее. Этот проект объединяет студентов и школьников со всех улаков страны. Как прошло открытие, расскажут мои коллеги. Сегодня жизнь в холле кипит не потому, что дети спешат на урок. Два дня ученики будут не просто заниматься в классах, а принимать участие в лекциях, круглых столах и семинарах. На входе мы получили настоящую карту сокровищ. Это карта школы. Здесь отмечены самые главные места – точки кипения. Сейчас по ней мы пойдем искать самое интересное. Точка кипения – это всероссийский проект. В его рамках своим опытом и результатами работы делятся выдающиеся представители образования, науки и бизнеса. Задача – найти школьникам не просто учителя, а наставника, который сможет помочь в реализации собственных проектов и стартапов. Даша и Лиза создали свой проект еще в прошлом году. Сейчас учатся в разных классах, но продолжают работать над ним вне школы. Это у нас умная теплица, но это, конечно, пока что только макет. Но в дальнейшем мы, конечно, хотим это расширить как более крупное предприятие. В Новосибирске – это пятая точка кипения. Она будет базироваться в 22-м лицее. Точка кипения – это про всероссийские масштабы и про взаимосвязи, про накапливание профессиональных связей, капитала, порождение и реализацию каких-то идей в масштабах страны. Ну и регион, естественно, встраивается в эту историю. В эти два дня гостей ждет более 20 активностей. Ученики смогут не только послушать экспертов, но и вступить с ними в диалог на дискуссионных площадках и хакатонах. Мне было бы очень интересно узнать, какие профессии будут в будущем, какие профессии будут популярны, чтобы эта профессия была моей любимой, и я ее освоила. Теперь в одном месте собраны филиал НТО, точка кипения и школьное образование, которое должно приобрести новый вид уже в ближайшее время. Екатерина Радаева, Евгений Агеев, Новости ОТС. У каждого пятого россиянина годовая премия уйдет на выплату долгов и кредитов. В опросе сервиса по поиску вакансий участвовали 1600 человек, ожидающих 13-ю зарплату. По сравнению с прошлым годом показатель значительно вырос. По результатам социологического исследования 20% россиян планируют за счет премий погасить финансовые обязательства. Тем временем 12% 13-ю зарплату добавят к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратится 11% опрошенных. Каждый десятый планирует купить подарки родным и близким. На ремонт, покупку мебели и прочие крупные бытовые нужды готовы потратить 7% россиян, а 6% потратит премию на покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. К этому часу у меня все. С вами был Дмитрий Белькевич. Хорошего дня!